самый популярный вопрос у инвесторов особенно начинающих сколько я могу заработать в нашем случае таким будет а точнее может быть мой доход в германии как можно оценить рентабельность я назову примерные цифры хотя это не совсем корректно и вот почему не существует единой системы подсчета рентабельности поэтому часто опытные инвесторы просят просто передать им исходные данные по объекту а затем сами уже закладывают их в систему или что еще более ценное имеет возможность сравнить их с другими вариантами например учитывать ли при расчете рентабельности повышение цен закладывать ли в расчет дополнительные расходы при инвестиции включать ли цену при конечной перепродаже наконец 100 тысяч евро сейчас и 100 тысяч евро через 10 лет это совершенно разные суммы например оценщик выполняя свою работу обязан учесть и это но все-таки как будем действовать мы у инвесторов общепринятые представления рентабельности это чистый доход после оплаты всех расходов поделенные на вложенные средства иногда эту цифру указывают до уплаты всех налогов иногда уже после и так когда вы изучаете предложение в нем скорее всего будет указан именно арендный поток поделенные на стоимость и умноженный на 100 вероятно также указан будет потенциальная рентабельность то есть та которая достигается при полной сдаче объекта какая доходность сейчас достижима в германии если рассмотрим крупные города то рентабельность жилой недвижимости составит здесь два три процента у торговой недвижимости показатель будет чуть выше скажем 4 процента я говорю разумеется об удачных примерах когда объект был подобран правильно а в случае с коммерческим объектом мы имеем еще и длительный договор аренды и хорошего якорного арендатора под крупными городами я подразумеваю города группы а мне кстати входят не только города миллионников но и самые экономические развитые населенные пункты страны доходность или рентабельность становится выше если мы рассматриваем города поменьше как известно в германии все они делятся на четыре группы как я уже сказала в городах группы а на жилой недвижимости можно заработать два три процента годовых в городах группы b 4 процента группы c5 и наконец самых скромных населенных пунктов группы d жилые объекты могут приносить 7 8 процентов годовых эти цифры я называю исходя из собственного опыта и это приблизительный ориентир без учета роста стоимости инфляции изменения арендных ставок сразу скажу что чистая рентабельность обычно бывает ниже заявлены и к этому надо подсознательно быть готовым и опять же смотря как считать в заключении обращу ваше внимание на то что крупные инвесторы прекрасно понимая возможную доходность в небольших городах и включая в свои портфели объекты повышенного риска не забывают про варианты с минимальной доходности и делают они это чтобы сбалансировать риск своих инвестиций смотрите в следующей серии проекта что именно приносит прибыль в германии не забудьте подписаться на обновление youtube-канала прианру ставьте лайки комментируйте ну а если не хотите пропустить новые серии проекта жмите на звоночек оповещения